В студии Игорь Прокопенко. Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем показывать документальный цикл, посвященным событиям Чеченской войны. В эти майские дни, когда страна готовится отмечать юбилей Великой Победы, разговор об этом, мне кажется, особенно важен. Потому что 15 лет назад в нашей стране, чтобы не говорили политики о наведении конституционного порядка, началась война. И эта война была очень страшной. Когда-нибудь людям, развязавшим ее, наверняка определят меру наказания. Но сейчас дело даже не в этом. Во-первых, мы почти ничего не знаем об этой войне. Во-вторых, солдаты и офицеры, те, кто подставляли себя под пули боевиков, они настоящие герои. И славу заслужили не меньшую, чем ветераны Великой Отечественной войны. Ну и, пожалуй, последнее. Наша страна воевала много, но такого количества подлости, предательства и казенного равнодушия военная история нашей страны не знала. И если мы победили в этой войне, то только благодаря тем парням, солдатам и офицерам, о которых мы сегодня вам расскажем. Которые выжили и победили всем смертям на зло. В тот весенний день, 18 апреля 1995 года, 70 бойцов отряда спецназа «Росич» внутренних войск получили приказ подняться и закрепиться на господствующей высоте усиления Бамут. Одновременно с ними, почти 500 военнослужащим из бригады внутренних войск, предстояло провести спецоперацию в самом селе. По данным разведки, там находились крупные силы противника. На въезде в Бамут головная боевая машина подорвалась на фугасе. Сработал боекомплект, сдетонировал, наверное, от пожара в машине. И машина, в общем, разлетелась. Один двигатель остался посередине, она просто как бумагу разорвала машину. Вот та изуродованная боевая машина десанта. Колонна остановилась, а «Росичи» обошли село, перешли горную речку и устремились на высоту. Местные называли ее «Лысая гора». Восхождение было очень трудным, конечно, и сырость, слякоть вот это, понимаете, в горах. «Лысая гора» почему «Лысая»? Потому что на ней буквально 5-6 деревьев растет и кустарники. В тот момент никто из спецназовцев не знал. До Кровавого рубежа оставалось чуть больше сотни метров. Там наверху их ждали почти 600 вооруженных до зубов головорезов. А сама «Лысая гора» была насквозь изрыта ходами сообщения, усеяна огневыми точками и убежищами. Вместе с «Росичами» поднималась группа Софринского спецназа. Два дня назад они крепко сцепились с боевиками на этой высоте. Смогли выйти из боя. Но им не удалось вытащить из-за подней тела своих погибших товарищей. Софринцы взяли своих двоих и понесли их вниз. Эвакуировали туда к БТР. Я не знаю, вот из старшего дня были командир рот или командир взвода. Это же сколько лет прошло, я сейчас не помню уже. Молодец, красавец. Он сам остался, бойца оставил. Улиминчик и сам остался. Он с нами, вот так он выходил с нами. Отправил своих вниз. Сам остался. Рамотно действовал. Я его до сих пор помню. Высокий, крепкий, светлый. Еще перед началом операции Росичей заверили. По данным разведки, на Лысой горе находится небольшая группа боевиков. Выбить ее оттуда будет нетрудно. Поэтому перед подъемом спецназовцы засомневались. Стоит ли тащить наверх столько боеприпасов. Попрыгали тяжеловато. Ну, сняли разгрузки там. Давай там разгрузках оставим там. РДшки. Посмотрели, выбрасывали половину там. Ну, самое необходимое там. Ну, боеприпасов, потому что тяжело идти. Потом сели, сказали, так, действуйте вдали от подразделений там. Поэтому сами будете работать. Помощь, как говорится, вам артиллерия поможет. Но в основном надейтесь на свои силы. Ну, раз на свои силы, ну, забросали все обратно. Каждый спецназовец тащил на себе около 50 килограммов. Шли группами, чтобы не нарушать боевой порядок. На боевиков можно было натолкнуться в любой момент. И тут со стороны головного дозора послышались автоматные очереди. И нас обстреляли откуда-то там с зеленки. Вот обстреляли, мы залегли, потом в ответ постреляли немножко и пошли подниматься на подъем. Мы видели, что два там, два человека уходят куда-то в горы. Их решили не преследовать. Спецназовцы уже сталкивались с подобными уловками бандитов. Начнешь преследовать легкую добычу, наверняка угодишь в засаду. Такой опыт и в первую и во вторую чеченские кампании спас жизни сотням военнослужащих. В следующий момент тишину разорвали выстрелы. Сразу стало ясно, сверху бьют снайперы. Много снайперов. Где их огневые точки, непонятно. Лысая гора каким-то непостижимым образом скрывала те места, откуда пришла смерть. Ну и вот завязался бой. Пошли первые раненые. Выносили на плащ-палатках. Или просто даже за РДшку брали. И стаскивали вниз. Боевики готовились к этой встрече. Они знали, спецназ своих не бросит. Живых или мертвых. За погибшими обязательно придут. Хитрый и осторожный противник использовал такие методы маскировки, о которых наши бойцы и не догадывались. Ветки вот такие длинные. Они, наверное, сантиметров по 40-50. И вот вставлены они везде. И вот он получается от пояса. Вот он как бы получается шапка. Ну, зеленая шапка. То есть он просто в них заходит, и все. Он даже рядом будет стоять. То есть трудно обратить внимание. Впереди, метрах в десяти, упал командир группы старший лейтенант Михаил Немыткин. Он шел первым. К нему, чтобы оттащить, к своим бросился прапорщик Олег Терешкин. И тут же получил ранение в живот. Его не спас бронежилет. Пули от снайперских винтовок порой прошивали насквозь стальные пластины. На помощь командирам кинулся солдат, но и его снял снайпер. Так боевики запустили кровавый конвейер. О чем в полубое наши не сразу догадались. На это и рассчитывал противник. Все же некоторых раненых удавалось оттащить. Дальше их передавали от одной группы к другой. В эти мгновения невозможно понять, живы они или нет. Большинство были тяжело ранены. Снайперы знали, куда бить, чтобы наверняка. Они первого вытащили, и трудно было. То есть ноги простреляны, а так вроде глаза реагируют живо и все. Мы видим, что пуля прошла просто от стык бронежилета, и она ударилась в бок ему. То есть пуля ударилась о заднюю стенку бронежилета, и, естественно, внутри у нее... То есть наверх крови не было, единственное, кровоточили ноги. То есть было внутреннее кровотечение. Бойцы первой группы остались без командиров. Залегли. По ним били отовсюду. Если срочно не организовать пацанов, их перестреляют, как цыплет. И тогда на помощь к ним бросился командир третьей группы, капитан Виталий Цимановский. Виталий Цимановский говорит, надо пацанам помогать. Сейчас я пойду, посмотрю там выше. И ждите здесь, пока никуда не уходите. К этому времени на помощь первой группе уже прорывался со своими бойцами командир второй группы, капитан Андрей Холод. Все, что произошло дальше, он вспоминает словно кошмарный сон. Сверху, с вершины Лысой горы, их накрыло сплошной лавиной свинца. Ты как бы попал в сплошную завесу прицельного огня. Подоспевшие Росичи видели, как Виталию Цимановскому сразу перебило обе ноги. Он упал, но и тогда старался вытащить раненого друга. Впереди шел пулеметчик у меня и Андрей Зазуля. Это мой командир взвода. Видим, в 10 метрах Виталий Цимановский раненый лежит. А он пытался тянуть Терешкина. Затем Зазуля кричит, Виталий ранен. Ну, крик, конечно, запоминающий, душераздирающий. И тут крик Андрея, начали ногу, по-моему, попала пуля. Он, Андрей, ранен, тоже падает. Рядом почти тот же сел. Силы Росичи таяли на глазах. Ведь, чтобы вынести к своим одного раненого, требовалось два, а то и четыре бойца. Тот, кто таскал на себе раненого друга, знает, с такой ношей не побегаешь. Естественно, спасая боевых товарищей, парни сами попадали в снайперский прицел. И все же из последних сил они пытались дотянуться до истекающих крови бойцов. О себе не думали. Ведь от раненых их порой отделяло метров десять. А пули противника ложились точно в цель. Вот он буквально на наших глазах погиб. Выстрелом снайпера прям буквально вот так вот. Можно было сказать, что слышал, как кости ломались. Пацанам было плохо, очень плохо. Ранение тяжелейшее. Уже не хватает ни бинтов, ни обезболивающего. Многим нужна срочная помощь. И тогда в ход пошел НЗ Старшины. Об этом способе еще во время своей службы солдатам Алексей Урсул узнал от бывалого в Аяте прапорщика-афганца. Полуфляги спирта, полуфляги коньяка там, либо водки. И кубик промедола очень хорошо. Особенно при контузиях промедол колоть нельзя. А для расширения сосудов, если нет рваной раны, ну а так по тюбику и по пару пробочек и бойцам, и какая разница. Ждать больше нельзя. Оставшиеся в живых командиры отдают приказ. Всем, кто может передвигаться, отходить к своим, к подножью Лысой горы. Но прежде, ведь на короткое время надо осадить обезумевших от крови и предвкушение легкой победы боевиков. Мы с Александром Щербиной, эти огнеметы, как бы все отправили туда. Даже если мы не видели контакта огневого, не видели, ну допустим, могли там поразить стрелковым оружием, то от огнемета, я считаю, что основном, видно, уронами был принесен. Потому что объемный взрыв, да, и хочешь не хочешь, огонь, и видно было у них характер повреждения, такое у них там было. Росичи, стиснув, зубы стали отходить. Надо выполнять приказ. Для каждого это было тяжелейшее решение. Ведь там оставались тела погибших. Бойцы матерились, плакали, рвались обратно под пули. И он плакал, переживал за то, что не можем помочь пацану. И вот он злился прямо, он там несколько раз порвался с пулеметом туда, пропереть туда, к ним. Но они понимали, если лягут все, некому будет спасать еще живых товарищей. А таких тяжелораненых в отряде набралось уже больше десятка. Тем временем боевики успели обложить Росичей по всей высоте. По-любому, кто пробовал оттуда вырваться, они открывали шквальный огонь. И все же Алексей Урсул решился на очередной прорыв. Огонь был, я помню, слева, справа там и отстреливались, даже кто раненые были, отстреливались. Что мы выскочили, вот какой-то промежуток это было. То есть мы, видать, видны были некоторые промежутки. Откуда у боевиков столько оружия и боеприпасов? Почему они были вооружены и экипированы лучше наших бойцов? Лучше знали местность, были сытыми и отдохнувшими? Логика законов военного времени сама давала ответы на эти нелегкие вопросы. Горы оружия остались в Чечне после распада СССР. В начале мая 1992 года министром обороны России назначен генерал Павел Грачев. Спустя три недели он отправляет телеграмму командующему войсками Северо-Кавказского военного округа. Разрешаю передать Чеченской Республике из наличия 173-го гвардейского отдельного учебного центра боевую технику, вооружение, имущество и запасы материальных средств в размерах. Боевую технику и вооружение 50%. Боеприпасы, два боекомплекта. Инженерные боеприпасы 1-2%. Автомобильную специальную технику, имущество и запасы материальных средств реализовать по остаточной стоимости на месте. Правда, сама эта телеграмма, видимо, узаконивала существовавшее положение вещей. Дело в том, что воинские части начали грабить в Чечне еще с ноября 1991-го, после указа Дудаева, запрещавшего вывоз военного имущества с территории республики. И уже к маю 1992 года экстремисты захватили 80% всей военной техники и 70% стрелкового оружия, находящихся на территории Чечни. Такую щедрость Минобороны проявила в обмен на обещание Дудаева помочь вывезти из Чечни части Советской, а позже Российской армии. Всем было ясно, оружие это рано или поздно начнет стрелять в тех же солдат и офицеров. В обмене Чеченской, вот, ну, очевидно, все у нас уже знают, что к бандитам попало где-то порядка 60-70 тысяч стволов только автоматического оружия, включая тяжелую броневую технику. Самолеты, Л-39 были у них, ну, естественно, танки и так далее. То есть, особенно гвардия дудаевская достаточно сильно была в вооруженном техническом состоянии, достаточно боеспособна. Эти кадры сняты в январе 95-го года за три месяца до рейда Росичей на Лысую гору. Военнослужащие внутренних войск дивизии имени Дзержинского обнаружили один из складов сепаратистов. Десятки переносных зенитно-ракетных комплексов. Одной такой ракеты достаточно, чтобы сбить любой самолет или вертолет, военный или гражданский. Это тысячи жертв. Сотни артиллерийских снарядов, излюбленное средство боевиков, их устанавливают в виде фугасов. Каждый из этих снарядов спасенный от подрыва автомобиль, автобус, а следовательно, десятки спасенных человеческих жизней. Поражает, что все это в заводских упаковках, словно только вчера с конвейера. Потребовалось несколько автомобильных колонн, чтобы вывезти отсюда этот смертоносный груз. Конечно, склады, подобные этому федеральным войскам, удавалось находить нечасто. Боевики старались не держать свои арсеналы в одном месте, а распределяли и прятали их во всевозможных схронах. Однако военные находили и эти схроны, лишая бандитов возможности вовремя получать оружие и боеприпасы. После завершения тяжелейших боев в Грозном федеральные войска начали уничтожать отряды боевиков в других населенных пунктах республики. После операции в Бамуте весной 95-го проведено успешное наступление. И к началу июня боевики вытеснены из равнинной части Чечни в горные районы на юге республики. У бандитов тяжелые потери, заканчиваются оружие и боеприпасы. Боевой дух в федеральных войсках небывало высок. Но вместо приказа нанести по бандитам решающий удар, из Москвы приходит совершенно иное распоряжение. Начинаются переговоры с лидерами боевиков. Как раз после заканчивания активной фазы боевых действий начались перемирия и переговоры с боевиками. По чьей они и гидой были непонятно. Для нас это было очень удивительно, потому что в низах ходило мнение, что надо боевиков было добить быстрее, чтобы быстрее это все закончилось. Но тем не менее начались переговоры. Были сформированы так называемые СНК, Согласительные наблюдательные комиссии, в которые входили представители комендатуры, миссии ОБСЕ, представители боевиков и представители частей, которые находились тогда на том месте. Договариваться с ними московские военные чиновники обязали представителей командования федеральных войск. Но при этом все решения согласовывать. И еще, как можно лояльнее относиться к требованиям бандитов. У солдат и офицеров это вызвало настоящий шок. Выходит, все предыдущие жертвы оказались напрасными. Обреченным боевикам дается возможность выжить, чтобы продолжить войну. Ходили откровенные разговоры, что это было сделано непосредственно за взятку в 4 миллиона долларов. Конкретно, естественно, я не могу назвать этого человека. Вот. Бандиты в это время перегруппировались. Насколько я помню, половина... Ну, не то, что половина. Основная, может быть, часть даже обратно ушла в аулы. Боевики начали беспрепятственно возвращаться из горных убежищ в населенные пункты. И сразу же утверждать свои порядки. Дело в том, что среди населения Чечни у Дудаева и боевиков не было единодушной поддержки. Правда, редко кто открыто осмеливался говорить об этом. Когда федеральные войска освобождали населенные пункты от боевиков, многие чеченцы брались восстанавливать хозяйство. Шли работать в органы власти. Для них, как и для военных, возвращение боевиков оказалось полной неожиданностью. Вот так нагло и цинично среди бела дня бандиты расправлялись с неугодными чеченцами. Устраивали это специально на виду у односельчан. Внушали страх жителям. Теперь они здесь хозяева. За ними сила оружия и покровители в Москве. Николаю Петелину однажды пришлось лично встречать одно из таких сложивших оружия групп боевиков. С гор вернулось, по-моему, два или три газона 66-х, высокая проходимость нашей машины-вездеходы. Там сидели такие крепкие ребята, порядка 50 человек, такие довольники с серьезным вооружением, довольники серьезные люди, взрослые, то есть постарше нас даже были. Вот. И мы их потащили, переписали номеры оружия, составили списки, переименовали боевиков в отряды местной самообороны и начали вытаскивать их в местность. Не исключено, что формирование этих отрядов самообороны – одно из звеньев тайной коммерческой цепи, порожденной той войной. Ведь решение об их создании стало одним из первых результатов начавшихся переговоров. Хотя представители федеральных войск изначально согласились встречаться с лидерами боевиков при условии, что отряды тех будут разоружены. Полевые командиры, на удивление, быстро согласились, но при этом высказали свои требования. Вывести подразделения федеральных войск из всех населенных пунктов Чечни и создать в них так называемые отряды самообороны. Военные попытались было возразить, но московское руководство потребовало согласиться. Отряды самообороны, они были нужны боевикам, чтобы иметь, считайте, по 10 человек в каждом поселке легально вооруженных людей, которых, в принципе, мы не могли сдержать, потому что мы их сами создали. Есть списки, есть номера автоматов, которые мы им сами дали. Массивных пунктов несколько тысяч в Чечне, если в каждом по 10 человек посчитать, это целая армия. Парадокс ситуации в том, что официально боевиков в селах как бы не было. Считалось, они находятся где-то в горах. Отряды располагались в одном из крайних домов у дороги, ведущей в поселок. Дорогу перегораживал шлагбаум, по обочинам вырыты окомы. Но при этом поблизости от поселков находились заставы подразделений федеральных войск, командирам которых официально подчинялись ополченцы. Однако все чаще и чаще заставы начали обстреливать именно со стороны домиков, где располагались отряды самообороны. Оружие, которое попало к бандитам, продолжало действовать. Ну, практически по всей Чечне происходило то же самое, что у нас. Ну, сто процентов одно и то же. Потому что все эти отряды руководились кем-то одним. Поэтому и тактика действий их там, и размещение, и поведение там, и все было одинаково везде. Так называемые договорные села существовали и в первую, и во вторую чеченские кампании. При этом боевики не стеснялись использовать этот статус населенных пунктов в собственных коварных планах. Зачем нужно было замеряться с боевиками и давать им шанс выжить, оправиться от ударов, провести дополнительную мобилизацию и подготовить укрепсооружение в этих самых договорных селах, так и осталось среди тайн той войны. Если это была глупость, то она была сродни предательству. В таких селах гибли российские пацаны, кровью расписываясь за чужие ошибки. Дубаюрт относился к разряду так называемых договорных сел. Местные старейшины уверяли командование федеральных войск, что сохраняют нейтралитет и не пустят в село боевиков. Военные гарантировали, что в таком случае не будут вводить в договорные населенные пункты войска и тяжелую технику. Но именно здесь в эти часы готовился жестокий удар в спину нашим ребятам. За ночь к Дубаюрту стянулось более тысячи вооруженных до зубов боевиков. Разведчики, оставшиеся на высотах, настойчиво сообщали об этом командовании. Но информация почему-то осталась без внимания. Как и расшифровка перехваченных за три дня до этого радиопереговоров полевых командиров. Из них следовало, что в Дубаюрте готовятся засады. Нас в Дубаюрте ждут. То есть там все движение происходит, переговоры ведутся, расшифровывают. Не надо, говорит, нам туда ходить. Ставили командование, командование свои планы, свои взгляды. По замыслу разработчиков операции все выходило просто. Разведгруппы и спецназ выбивают боевиков с Волчьих высот в долину. Здесь их накрывает резервная 2-я рота 84-го батальона, которая ведет часовой, максимум полуторачасовой бой. Затем роту сменяют более крупные мотострелковые подразделения. На деле все пошло не так. Игнорируя сообщения о засаде, второй роте приказывают войти в Дубаюрт. Хотя она могла обойти село стороной. Почти три десятка бойцов оказываются в западне. Расположение федеральных войск. 2-я рота 84-го батальона в резерве. Ночью ее поднимают по тревоге и приказывают выдвинуться через Дубаюрт в сторону Волчьих ворот. Выезжают на трех БМП под завязку загруженных боеприпасами. 29 разведчиков еще не знали, что на окраине Дубаюрта их ждут в засаде несколько сотен прекрасно вооруженных и подготовленных боевиков. БМП двигались практически в сплошной темноте и густом тумане. Фары для маскировки выключены. При въезде в село приказ остановиться. Возможно, в штабе группировки еще думали, вводить роту в Дубаюрт или нет. А может, кто-то вел невидимую игру, давая боевикам время занять огневые позиции. Ждали минут 20. Затем снова команда вперед. До черты между жизнью и смертью оставалось всего несколько десятков метров. Камера боевиков фиксировала каждую минуту этого боя. Такое ощущение, как горы ожили. То есть со всех сторон просто стрельба началась, пальба. Били со всех видов вооружений, с какого-то можно придумать. Пулеметы, гранатометы. То есть мы практически часа два просто лежали, не могли под ним биловать. Расчет был у них, наверное, такой, что пока темнота, они бэху подбили вторую. О том, что рота войдет в Дубаюрт, боевикам стало известно не меньше, чем за сутки. Иначе они просто не успели бы подвезти такое неимоверное количество боеприпасов. Все это было похоже на предательство. Но кто? Штабные? Или кто-то проболтался в эфире? Готовились, наверное, на основатель. Просто столько, я говорю, там, наверное, квадратного метра не было пустого. Если уж там не снарядов, гранатомет, то там килограмм 10 свинца тушно было на каждый квадратный метр. Просто чудо какое-то, что не попали, не ранили. Выжить в той бойне действительно оказалось чудом. Боевики поливали разведчиков огнем почти до рассвета. После боя из 29 человек во второй роте осталось 9. Вот так 31 декабря в Дубаюрте в упор добивали одну из БМП второй роты. Когда машина была подбита, ее командир, сержант Виктор Риховский, приказал наводчику уходить через десантное отделение, а сам открыл огонь по окружавшим его боевикам. Эти страшные кадры были сделаны противникам в момент боя. На них видно, к горящей машине никто не решается подойти. Боевики держатся поближе к укрытию. После нескольких прямых попаданий взорвался боекомплект. Виктор Риховский сгорел заживо, до последнего прикрывая товарищей. В апреле 95-го Виктор был среди Росичей, которым удалось вырваться с Лысой горы. Выжил тогда, чтобы спасти ребят сейчас. Когда рассвело, в дело вступили снайперы боевиков, засевшие на склонах окружающих село-высот. Мы уже начали методично расстреливать. А мы ответы, куда там, в горы стрелять? Там метров 300 или 400, наверное. А у них вся эта площадь, вся дорога, честно, была пристрелена. Мимо ничего не улетало. Все ложилось у нас. Снайперы прятались на этом склоне. Действовали профессионально и поражали любого, кто оказывался на открытой местности. Казалось, они издевались над истекавшими кровью бойцами. Через несколько минут один из этих снайперов ранит Ивана Кузнецова. Снайпера были как. Провод натянут в то время еще, когда в мирное время, естественно, в столбы идут провода. Пара снайперов работала. Один бьет провод, провод начинает падать, вторая бьет в этот же провод. И кусочек практически под ноги людям падал. Ну, представляете, насколько уже асы сидели у них. В это время расположение батальона происходило следующее. Принято решение вытащить вторую роту из Дубайюрты. Но в наличии не более трех десятков душ. А тут другая беда. Оказалось, в батальоне на автомат по одному рожку. Накануне все отдали группам, которые ушли в горы и в Дубайюрт. Получалось, патронов полно, а заряжать их не во что. В батальоне набралось, как говорится, очень мало народу. Потому что пошли действительно повара, пошли механики-водители, просто водители, наводчики пошли, все пошли. В Дубайюрте много раненых. Убитые и скореженная боевая техника. В тот день их выручил полковник Буданов. Танковый полк, которым он командовал, находился рядом с 84-м разведбатом. Майор Сергей Поляков и отправился туда просить тягач, чтобы эвакуировать подбитые в селе БМВ. Я просил тягач, просил тягач, а он кроме этого выделил еще танк. То есть он комбату поставил задачу, что он лично выдвигается с танком и с тягачом на эвакуацию техники и на прикрытие, чтобы могли группу вот эту вытащить оттуда. А тем временем жители Дубайюрта вели себя так, словно ничего не происходит. И впрямь держали слово, соблюдали нейтралитет, когда на окраине их договорного села вот уже несколько часов продолжался бой. Когда подошли к Дубайюрту, непосредственно там, где уже велись боевые действия, вот мы скатились с башни, потому что уже пули, как горох, начали отскакивать от брони. Вот. И орыком пробежали до стены, где у нас уже находилась там группа с взвода разведки и наблюдений. Позже разведчики сфотографировались возле этой стены. До сих пор они удивляются, что преграда всего в пол кирпича смогла выдержать такой шквал огня. Вот эта стена, которая у нас была кирпичная, я говорю, мы за которой стояли, прикрывались, я говорю, для нас это было спасение. Потому что, честно говоря, они выбивали по нам чечетку, я говорю, там чуть ли не Спартак чемпион. Вскоре к месту боя подошел танк из соседнего полка. Несколько раз выстрелил из пушки по огневым позициям боевиков. Те немного претели. Этой короткой передышкой воспользовались бойцы батальона, которые скрывались за стеной и бросились на выручку товарищам из второй роты. Но идти под сплошным огнем невозможно. Оставаться в БМП опасно, сожгут из гранатометов. Тогда разведчики открыли задние люки десантного отделения и, прикрываясь ими, пошли вперед. Они нарушали боевой устав, но это была единственная возможность хоть как-то укрыться от вражеских пуль. Однако против них действовали не мирные пастухи-горцы, а хорошо обученные стрелки. Снайперы стали бить по спрятанным за броней разведчикам рикошетом от асфальта. Ну, профессионалы работали. Стреляли от асфальта. То есть, ну, рикошет. От рикошета, это получается то, что это не просто пулевое ранение, это перелом. То есть, попадает кость, перелом. Это конкретно. Вот, у меня два человека с моей группы получили вот такие имени. Огнестрельное ранение от асфальта снайпера. Пока дошли до своих, потеряли нескольких человек. Теперь надо было эвакуировать и тех, кого спасали, и тех, кто спасал. Таким же рикошетом тяжело ранили прапорщика Кузнецова. Побежали за броней, я упал. Я не понял сначала, в чем дело. Встал, вперед опять. Встал на правую ногу, опять упал. И тут с правой ноги ударил фонтан крови. Я посмотрел, сквозное пулевое. С этой стороны, с левой стороны правой ноги. Кость торчала, три осколка таких костей. Сквозное было пулевое. Сначала где-то секунду, так ничего не было, не чувствовал. Потом начало сжечь сильно. И нога отказала практически, я идти не мог. Кузнецову погрузили в десантный отсек БМП. Сюда же складывали всех, до кого могли пробиться. Убитых, раненых разбираться было некогда. Когда машина начала сдавать назад, чтобы выйти из-под огня, боевики подбили ее выстрелом из гранатомета. БМП мое подбили, опять же, гранатомет бил. Если БМП стоит от асфальта, то сидит, не травмируя машину, он перебивает чем? Он перебивает взрывной волной тяги. То есть попадание, тык, он перебивает, просто тяги. Машина на ходу, двигатель исправен. Гусянки натягивают, все нормально. Можно что? Взять ее и убивать. Что они впоследствии делали? Бронемашина потеряла управление и поползла назад. Кузнецов отстегнул магазин автомата. Пусто. В разгрузочном жилете оставалась граната. И тут машина остановилась. Совсем близко он услышал голоса людей. Решил, что боевики ищут раненых разведчиков. То мгновение он запомнил на всю жизнь. Я достал гранату, их один. Выдернул чеку. Под себя положил. И смотрю, вот прямо к двери подбегает. К двери прямо сплотную. И вот в этот момент, понимаете, я вспомнил всю свою жизнь. Вот за секунду, наверное, вспомнил. От первого дня, как начался, я помню, и до последнего. Смотрю, ручка поворачивается БМП. Я гранату руку протянул так, к этому, к люку. Открывается люк и стоит Трофимов Алексей. Товарищи Кузнецова с трудом разжали его пальцы, чтобы вытащить гранату. В следующий момент боевики обрушили на БМП шквал огня. Им не хотелось терять завидный трофей. Практически исправную БМП. Разведчики отступили. В бронемашине осталось тело их товарища. Рядового Сергея Воронина. А тем временем из этого пекла вывезли более десятка раненых и тела убитых. Недалеко от села, в открытом поле, на скорую руку развернули медпункт. Раненых выгружали прямо в раскисшую грязь. Врачи здесь же оказывали им первую медицинскую помощь и отправляли в лазарет. А Трофимов со своим механиком-водителем уже возвращались в Дуба-Юрт. Сергей Поляков в мельчайших деталях помнит то, как развивались события того дня в Дуба-Юрте. Они и отсюда стреляли, и оттуда стреляли, и отсюда. То есть они взяли вот так это, в круг уже брали. И, видно, имели задачу уже замкнуть этот круг. А это вновь кадры трофейной видеосъемки того боя. Боевики сосредоточили огонь на дороге. Вдоль нее неглубокий арык – единственное место, где могли спастись разведчики. Боевики никак не могли достать их в этом укрытии. Основные силы боевиков сжимали кольцо окружения. Они, видимо, уже считали уничтожение роты делом решенным. И кричали в радиоэфире, что с русскими покончено. В этот решающий момент к месту боя подошли два новых танка из соседнего с разведчиками полка. Дали несколько залпов. Боевики замолчали. Это был дерзкий и смелый шаг. В танках сидели только офицеры. Действовали они на свой страх и риск. Нарушили приказ и никого не хотели подставлять. Ведь вводить танки в договорное село было запрещено. Там сидел офицерский состав. Командир танка. То есть наводчик – офицер. Механик – офицер. Они просто пришли нам на выручку. Спасибо. Грубо говоря, они нарушили приказ верховного команды. Вводить танки в договорное село, мирное село. Благодаря ему, как говорится, нарушение тех канонов и тех приказов, я говорю, ребята выручили нас и спасли нас. Вот сейчас многие из нас сидят живые и здоровые. Это вновь съемки боевиков. Вот как выглядело место побоища. Сожженные машины, тела погибших бойцов, которых товарищи не смогли вытащить с поля боя. Но для тех, кто выжил в том кошмаре, сомнений уже не было. Хаттаб, он же черный араб, не сделал бы этого, если бы не знал некоторых деталей операции федеральных сил. Среди бойцов пошел глухой ропот. Все было похоже на очередное предательство. Ребята все знали, как Дубайорду взять. И Хаттаба, мы уже давно знаем, как он воюет. И то, что затащили в Дубайорду и расстреливали, как цыплят, да? Это такое предательство было со стороны нашего командования. Это сто процентов. Знать наши позывные, знать место расположения тех точек, где мы должны находиться. Даже координаты, координаты никак никто не мог осознать и видеть. Если была нам задача утром поставлена, а ночью нас уже обстреляли. Кому и зачем это было нужно, так и осталось тайной за семью печатями. Если это было предательство, то совершено оно с иезуитской виртуозностью. Если это халатность, то она была сродни предательству. Но, быть может, на это и был расчет. Кто-то думал, что это подстава была, спланированная. Но это спланированная, естественно, была. Кто прокололся, конечно. Или как-то по связи выцепили, вы нас вычислили через переговоры. Или через офицеров. Не знаю. Конечно. Можно догадываться, конечно. Но то, что это было спланировано, естественно. Это была излюбленная тактика Хаттаба. Заманить и напасть из засады. Точно, как охотится волчья стая. Федеральные войска снова наступили на грабли. Подобное произошло в Аргунском ущелье 3,5 года назад. Вот так боевики жгли колонну 245-го полка вооруженных сил вблизи села Ярыш-Мордый. Уже тогда Хаттаб знал и маршрут движения войск, и их позывные. Иначе такой трагедии просто бы не произошло. Но каким образом черный араб получил эту секретную информацию? До сих пор это остается неизвестным. Также остается загадкой, почему 31 декабря 1999 года боевики дружно спустились с гор и организовали засаду именно на окраине Дубайюрты. Вот фотографии ребят, которые 31 декабря 1999 года не вернулись из боя. Батальон потерял тогда каждого третьего бойца. Первая ночь, когда собрались все в палатке, мы сказали, нам ничего не нужно. Не ваши стратегические планы, которые вы построили. На 28, на 29, на 30, на 31 декабря не надо. Дайте нам Дубайюрт разрешение, и мы уйдем туда. И мы нам найдем, где воины, и там воин покажем, кто воин из нас. Вечером после боя уцелевшие бойцы собрались в палатке. Они еще не знали, что в это же время в штабе группировки полным ходом идет расследование. Скоро в палатку зашли офицеры из командования группировки и особого отдела. Искали стрелочников. Они выслушали минут 30, и потом поняли, что надо быстро уходить отсюда. Иначе будет беда. В палатке прямо. Вы понимали в сознании и подсознании, что нужно сдержать тех ребят, чтобы они сейчас горячки не натворили. Иначе будет беда. Если они пойдут в штаб, им что-то кто-то не так не скажет, а у всех же автоматы, пулеметы, они как станут перед этим командным пунктом, а до командного пункта полтора километра только идти, они разнесут там все. Но и все чувствовали, каждый чувствовал, что это было предательство. Такое в период всей чеченской кампании случалось довольно часто. Боевики откуда-то получали достоверную информацию о силах, маршрутах перемещения, секретных операциях федеральных войск. Имели ли к этому отношения штабные или своих сдавали в более высоких эшелонах, сказать трудно. Но такова была изнанка той войны. При этом плата за ошибки и предательство была слишком высока. Гибель молодых парней. У нас просто нет никаких конкретных достоверных документов и свидетелей даже, что кто-то, что-то... Да, ты догадываться можешь. Ты понимаешь, что да. Ну а чем ты это донесешь людям? Что ты поднесешь именно на суд явный? Явный. Ты только сам себе можешь судить. Но это будет позже. А пока ценой потерь спецназовцы шли на штурм Лысой горы. Не особенно принято об этом говорить, но на этой войне слово предательство произносилось особенно часто. В полголоса матерились бойцы в курилках, крыли высокое начальство офицеры, собираясь в командирских палатках. И правда, странностей было слишком много. То колонна еще не вышла, а боевики уже знают, где ее встречать. То на горизонте нарисуется полевой командир. Запрашивают команду на уничтожение, а в ответ не трогать. Обычно говорят, что на войне предательство хуже смерти. А безразличие и холодный цинизм штабных чинов. Получается, они еще страшнее. Ведь как умирал отряд Росичей, попав в засаду на Лысой горе, слышали все. В открытый эфир летели звуки боя и призывы о помощи. Почему командование решило бросить своих бойцов на произвол судьбы? Вот вопрос, который до сих пор остается без ответа. А ведь сюда, на Лысую гору, парни шли уверенными, что боевиков здесь нет. Один-два бандита не в счет. Реальность оказалась куда более страшной. Росичей обложили по всей высоте. Их обстреливают из стрелкового оружия и минометов. Но особенно усердствуют снайперы. Число раненых растет. Росичи вызывают огонь артиллерии на себя. Просят вертушки. В это время, вблизи Бамута, в долине, где расположилось командование группировки, обо всем, что творится на Лысой горе, слышат в эфире. Сергей Мудрецов, начальник командно-штабной машины отряда «Росич», специально включил рацию на громкую связь. И слышал все, что происходило на горе. Я не знаю, как к этому относилось руководство. Может быть, они не понимали всей вот этой трагедии, в которую попал отряд. Стрельба была такая, что вот взрывы, все это, когда люди кричат, стрельба заглушала голоса. Хотя слышно было, что кричат, вытягивают ребят. Кто-то кричит, допустим, помогите мне. Всякое было в эфире. Возгласы разные были. И, вот я говорю, стрельба заглушала вот это все. От расположения «Росичей» до штаба группировки было каких-то 500 метров. Радиостанция в машине связи постоянно работала на прием. Там, на Лысой горе, спецназовцы кричали о помощи. Но начальство медлило. Бросить десант спецназовцев на расправу врагу и не попытаться их вытащить из пекла было предательством. Ребят оставили умирать. Таких эпизодов в Чеченскую войну было множество. Мы в окружении были, а так нас закрыли в кольцо. Потом, после всего этого, я так понимаю, что нас уже списали. Нас списали как боевую единицу. Бой уже длился почти шесть часов. У «Росичей» заканчивались боеприпасы. Это при том, что в рейд они уходили под завязку, загруженные патронами. Почти по тысяче набрата. И вот теперь разовые гранатометы и огнеметы. Заряды к подствольникам. Все использовано практически подчистую. У оставшихся в живых лишь по два рожка и по нескольку гранат. На считанные минуты боя. Помощь пришла неожиданно, когда ее уже не ждали. Все дело в том, что еще до начала операции «Росичи» и действовавший в Бамуте отряд спецназа «Витязь» договорились, на каких радиочастотах они будут работать в бою. В тот день это нарушение правил спасло многие жизни. Это тоже одна из страшных реальностей той войны. Бойцы шли на нарушение абсурдного приказа, чтобы спасти своим товарищам жизнь. Без команды генералов и штабных офицеров, так сказать, которые там рулили этой операцией, командованием отряда «Витязь» и офицерским составом было принято решение самостоятельно прийти к нам на помощь. Учитывая сложившуюся ситуацию, отряд «Витязь» поднялся к нам в составе двух групп. По сути, офицеры «Витязя» нарушили приказ командования группировки. Они не должны были находиться у Лысой горы, и тем более подниматься на нее и ввязываться в бой. Но спецназовцы стояли на своем и отступать не собирались. Оставив БТРы у подножья горы, пешим порядком быстро переправились через реку и начали карабкаться на высоту. Где противник, где свои, неизвестно. И тут же попали под обстрел боевиков. Мы лежали и не могли поднять головы. Во-первых, мы не видим, кто по нам стреляет, откуда это производится огонь. Вот только идет свиз, и вот видно фонтанчики, разрыв. Еще несколько минут, и боевики легко, как в тире, перестреляли бы всех «Витязей». Но спецназовцы общим рывком преодолели простреливаемый участок и тут же наткнулись на вооруженных людей. Мы сразу попадали, сосредоточились. И то, и свои, там, «Витязь», «Росич», там, и вот так вот. Даже вот дошло до того, что там на раз, два, три, типа, что-то такое там, ну, из-за деревьев выходим, чтобы показаться, что да, это не боевики. Так «Росичи» встретились с «Витязями». Первые спасали раненых, вторые рвались на помощь живым. Наверху поняли друг друга с полуслова. Не сговариваясь, начали готовиться к контратаке, чтобы отбить тела погибших пацанов, которые так и остались лежать на поле боя. Но сделать этого не смогли. В следующий момент под ноги спецназовцам стали ложиться мины. Когда оно вот свистит, оно там накрывает, там, слышишь, да, понимаешь. Вот чувствуешь, по-моему, оно твое, хотя оно свистит, оно приближается, оно прямо, получается, здесь разрывается. И вот парню Грише попадает, по-моему, Грише с 6-го отряда, оно попадает, осколок прям, и он его сразу же и вытащил с этого. Под кожей пролезло на голове, он вытащил. Когда истекающие кровью «Росичи» намертво вгрызались в лысую гору, они, видимо, не предполагали, что все их усилия, кровь и смерть товарищей всего через несколько месяцев получат совсем иное звучание и другой смысл. Ценой огромных жертв федеральные силы оттеснили боевиков в горные районы. Оставалось добить зверя в его труднодоступном логове. И тут следует приказ огня не открывать, действовать уговорами, убеждать противника сдавать оружие. Неужели все усилия были напрасны? Дело в том, что в Москве с чьей-то подачи был подготовлен приказ о замирении с бандитами и о решении вопросов мирным путем. Вместо того, чтобы быстро уничтожить врага, начинался длительный переговорный процесс. После объявления перемирия, организации смешанных комиссий и добровольной сдачи старых образцов оружия в Москве родилась еще одна инициатива. Видимо, чтобы ускорить процесс сдачи оружия, его теперь решили выкупать. Полевые командиры тут же поддержали такое предложение. Воплощать его в жизнь поручили военные. Привезли упаковку где-то примерно метр на метр и метр от высоты, то есть кубический метр, да, запаянным целлофаном. Там было 100 миллионов новых российских денег. И так как мы жили в поле, в окопах, то вот эта пачка, даже не пачка, а такой большой блок, он лежал под моей кроватью просто-напросто. Потому что ни сейфов, ничего у нас, естественно, не было в полях. Вот так смешно хранились 100 миллионов. Как командир бригады Валерий Швигель был категорически против выкупа оружия у населения. К тому же все удивлялись, откуда в стране появилось такое огромное количество наличных денег. Ведь 34-я бригада была не единственной частью, куда завезли денежные кубометры. Между тем, офицерам и прапорщикам месяцами не выплачивали денежное довольствие и командировочные, объясняя, что в бюджете для этого не хватает средств. При этом все попытки узнать в штабе группировки о происхождении этих денег также оказались безрезультатными. Командование федеральных сил в Чечне просто поставили перед фактом. Получить и распределить. До сих пор это один из самых больших коммерческих секретов той войны. Ну а дальше все развивалось по правилам бизнеса. Даже определения использовали не совсем привычные в то время для военного лексикона. Мы получили из Ханкалы, привезли прайс-листы. То есть цены были указаны на оружие. Сейчас уже я досконально не помню, но помню, что самое дорогое было снайперская винтовка Драгунова, паралетка Миллиона. И автомат Калашникова, пулемет Калашникова, пистолет Макарова очень дорогие были. Дальше уже пошло по неспадающей. Там были перечислены основные виды вооружений, вплоть до гранаты, тротиловой шашки. Но не все, конечно, полностью, потому что некоторые виды вооружений не были объективны, которые мы в дальнейшем выкупали. Вот этот прайс-лист. Ничего сложного. Будто крупу продают и покупают. Следует отметить, что местные жители с энтузиазмом принялись сдавать оружие. Наряду со старым, еще времен Великой Отечественной войны, часто приносили и современные образцы. Правда, в большинстве своем это оружие было неисправным. А берешь просто, выдергешь щеку и бросаешь. Гранаты не подрываются, гранаты не подрываются. То есть 70-80% было гранат, которая, можно так сказать, что была с заводским браком. То есть они были... То есть они не боевые, то есть они с соседчиками совсем. То есть они брали гранату, которую они взорвали, вставляли опять назад щеку, приносили и нам ее сдавали. То есть выкупали... А государство у нас ее выкупало за деньги. Многие местные ходили по местам, где происходили бои, и собирали любое оружие или его детали. Чтобы попытаться их продать. В прайс-листе не говорилось, в каком состоянии должно быть оружие или боеприпас. И этим искусно пользовались местные жители. Причем не только, когда речь заходила о гранатах. Иногда автоматы или пистолеты приносили полностью обгоревшими. Взамен требовали выплатить деньги, как за целый. Бойцы спецназа рассказывали, что одно время была проблема с одноразовыми гранатометами. Они не стреляли. В бою разбираться было некогда, их просто выбрасывали. Местные жители приносили на продажу много таких гранатометов. Из десяти гранатометов только один выстрелил. А остальные, то есть они то же самое пытались, то есть пытались выстрелить с них. Видно, они давали осечку, они опять вставляли назад чеку, приносили нам и задавали. Первые дни в 34-й бригаде записывали паспортные данные владельцев оружия. Но вдруг, словно по команде, чеченцы перестали привозить стволы. Вскоре Валерий Швигель получил приказ, чтобы в ведомости записывали только фамилию и имя человека, принесшего оружие. Номер ствола и выплаченную сумму. Таким образом оружие становилось по сути обезличенным. Чеченцы получали деньги обезличенно. То есть, где я его взял в автомат, кто это, кой. Даже если я его украл, там, у солдата на посту, то я мог его сдать, и меня не записывали. И потом же, когда выяснилось, что автомат оказывается наш, просто он пропал еще два месяца назад. Ну, у кого мы его взяли, и как мы его взяли. Как взяли, понятно, а у кого взяли, непонятно. Потому что названная фамилия этого жителя, ну, то, что можно было, его нельзя было найти. В каком он поселке прописан, в каком он городе живет, и так далее. Это было очень удобно для чеченцев. Несомненно, этим пользовались боевики, чтобы обновить свои арсеналы за счет федерального правительства. При этом они даже не скрывали собственные планы. На переговорах отдельные из боевиков бахвались, говорили так, что «Командир, мы вот тебе сейчас, типа, тебе старое продаем, деньги берем. А вот за горой стоит соседняя часть. Мы завтра оттуда привезем тебе новый автомат». То есть, и такие случаи, к сожалению, были. Это правда. Бывали случаи, когда солдаты продавали оружие. Чаще неучтенные, захваченные в бою. Но на это они шли не от хорошей жизни. Интенданты в погонах не спешили вовремя подвозить на дальние заставы и опорные пункты продовольствие. Голодный боец не боец. В то время даже мрачно шутили. Части военно-тылового обеспечения находятся в таком глубоком тылу, что до передовой им не добраться. Не было завоза постоянного обеспечения продуктами питания. Солдаты продавали. Но они побаивались продавать оружие, допустим, так, целенаправленно, автомат свой. Ну, это немножко боязно, да? Но боекомплект, боеприпасы от своего автомата, от оружия своего товарища продавали. Две бутылки, допустим, вернее, два хлеба, две буханочки хлеба и бутылка водки. Это цинк патронов под автомат. Плюс пригорошню в шапку. Это вдовесок патронов к СВД. Трудно их оправдать, но часто они делали это ради куска хлеба. А вот те, кто торговал в тылу оружием, вагонами и составами, как правило, оставались в тени, безнаказанными. Им нет ни прощения, ни оправдания. Полевые командиры строго-настрого запрещали местным жителям продавать снайперские винтовки, пулеметы Калашникова, ручные гранатометы РПГ-7. Особенно РПГ-7. Он значительно превосходил по дальности стрельбы и поражающей способности выстрела более новые одноразовые гранатометы. За время перемирия 34-й бригаде чеченцы продали только два РПГ-7. Но идти с прострелянными стволами и использовать их не представлялось возможным. Офицерам было крайне обидно осознавать, что они покупают чаще всего старье. Основное же оружие остается у населения. А значит, в любой момент может оказаться в руках боевиков. Но раз военных вынудили заниматься коммерцией, они использовали желание местных обогатиться и выкупали у них оружие больше, чем тем разрешали продавать их полевые командиры. К этому времени у командования 34-й бригады уже заканчивались выделенные деньги. Поначалу казалось их слишком много. Но когда офицеры увидели, сколько у населения оружия на руках, стало ясно, что этой суммы может не хватить даже на средний населенный пункт. Словом, основную часть денег потратили в Новогрозненском, где находилось расположение бригады. Но по условиям договора требовалось объехать несколько населенных пунктов и купить там оружие хотя бы несколько стволов, чтобы не обижать народ. Предприимчивость Нижегородская не могла позволить. То есть когда мы поняли, что оружие много очень довольно-таки находится у населения, а денег не так много, как нам казалось вначале, мы начали сбивать цены. То есть если в прайсе была указана цена гранатомета 400 тысяч, то есть мы покупали их по 300 тысяч, потом цена дошла, по-моему, до 250 тысяч нам с охотой выдавали, потому что продавали гранатометы десятками. Чеченцы тщательно следили, как составляются ведомости по продаже оружия. Особенно, когда дело касалось цены. Ведь они часто соглашались на меньшее, чем указывалось в прайсе. В ведомостях офицеры указывали реальные суммы, которые люди получали на руки. Когда же стали подводить итоги, оказалось, что в 34-й бригаде выкупили больше оружия, чем предполагалось в соответствии с выделенной суммой. И вот тогда возникли серьезные проблемы во время отчета перед собственным командованием. Мы когда отчитывались потом перед Ханкалой, они не могли понять, как мы на такую сумму могли закупить столько вооружения, потому что получилось, что мы довольно-таки выкупили больше вооружения, чем оно было указано по этим, по ценам. Но мы там, чтобы путаницы избежать, я цену ставил настоящую, то есть вроде бы отбились, и кое-как отчет мы сдали. Однако способ отчетности за такие огромные суммы, которые требовали от командиров частей, оказался по меньшей мере необычным. По приказу, боеприпасы, взрывчатые вещества, гранаты и одноразовые гранатометы, большинство из которых были неисправны, разрешалось взрывать вблизи расположения воинской части. А вот стрелковое оружие предстояло возить в Ханкалу, где тогда располагался штаб группировки федеральных войск. Уже там стволы давили танками. Требовалось сдавать в Ханкале и ведомости, по которым выкупали оружие. Говорят, их также уничтожали. Но при этом категорически запрещали делать копии тех ведомостей. В результате в частях не оставалось никаких отчетных документов за потраченные суммы. Была возможность для нерадивых, опять же, людей, скажем так, которые, видимо, были, коль прокуратура возбуждала уголовные дела, и записывали дважды, трижды, один и тот же автомат, списывали деньги. Вот тогда следователи прокуратуры и потребовали оправдательные документы, ведомости по приему оружия и выдаче денег. Конечно, они мало у кого сохранились. Тогда возбуждалось уголовное дело. Подобное могло произойти и в 34-й бригаде, если бы Валерий Швигель уничтожил эти ведомости, как то предписывало распоряжение из Москвы. Однако он приказал своим офицерам не только в обязательном порядке сделать копии раздаточных ведомостей, но и беречь их как особо ценные документы. Вот одна из таких ведомостей, которая, возможно, спасла некоторых офицеров 34-й бригады от судебного разбирательства. По моему приказу, который шел в разрез требований Москвы, мы эти ведомости не уничтожали. Мы просто их хранили тупо. Когда пошла полоса где-то в августе-сентябре месяце, вот по таким разборкам с отдельными командирами, что, как бы подозрение, что деньги присвоили, то это не коснулось 34-й бригады лишь только поэтому, потому что у нас были документы. И тут меня могли только, скажем, поругать или пожурить за то, что я не выполнен распоряжение и не уничтожил ведомость. То, что происходило в те дни, было либо чьей-то преступной глупостью, либо спланированной акцией. Как бы то ни было, у войны была и обратная теневая сторона, совсем не приглядная в своей мерзости и циничности. Изъятое оружие у боевиков, я знаю, что точно выдавалось, как якобы купленное. Естественно, деньги шли на обогащение преступников в погонах. В одном населенном пункте отчитались за где-то десяток стволов автоматных. Ну, мне просто известно, что это оружие было получено в бою, понимаете. Каким-то образом она попала в эту комиссию, которая была на приемке, кстати, от Министерства обороны, от сотрудников Министерства обороны. То есть перепродали. Этим отсчитались. Естественно, разницу положили в карманы. Одновременно с выкупом оружия шел и обмен пленными, захваченными боевиками и федеральными войсками. У бандитов пленные считались особо ходовым товаром. Поэтому с большей охотой они соглашались не на обмен, а на выкуп. Для этого федеральным войскам также время от времени выделяли деньги. Еще не динаминированные рубли. Как правило, чеченцы просили за них от 5 до 10 тысяч долларов. Ну, там зависим все от звания. В солдатике, если 18-летний попадался, он стоил порядка 3 миллионов рублей. Мне одного пришлось за полтора миллиона обменять. Многие на той войне сколотили состояние. Видимо, патологическая страсть к деньгам не останавливала их, даже когда они понимали, что наживаются на крови своих солдат. Полковник. Зовут его Александр Иванович. Не буду назвать фамилию. Вот получил он деньги для передачи погибшим, родителям погибших. За каждого определенного солдата, за убеденного он должен был давать деньги. Вот с каждого трупа он имел 5-7 миллионов рублей. И этот негодяй потом швырнул толстую пачку баксов. С того я обмывал генеральские погоны. Не исключено, что на счету именно этого генерала десятки, если не сотни жизней наших ребят, павших в Чечне. Заметим, ни одного высокого чина так и не вывели на чистую воду за все годы первой и второй чеченской кампании. Пожалуй, эти слова требуют особого комментария. Стоит признать, что не для всех эта война была трагедией и тяжелым испытанием. Для некоторых негодяев погоном и без погон она была источником легкой наживы. Увы, таких Александров Ивановичей на той войне были десятки. Но вот странно. Несмотря на все усилия спецслужб, ни один преступник так и не сел в тюрьму за торговлю заложниками и трупами, за продажу оружия и информации. А уж за преступную халатность и подавно. Потому и гибли наши ребята десятками, надеясь только на себя, да на своих боевых товарищей. Росичи, штурмовавших Лысую гору, сдали. Отказались вытягивать их из пекла и фактически списали как боевую единицу. И бросили умирать. Они держались из последних сил. Шел седьмой час боя. Их строй редел с каждой новой атакой боевиков. Они вымотаны до предела. Усталость, злость от понесенных потерь. Матюги в адрес начальства, нескончаемый огонь противника. Кровь из стоны раненых товарищей. Все смешалось в горячке боя. На автомате включались движения мыслей и эмоций. Но и этот автоматизм уже начинал давать сбой. Я начинаю солдата бойчишку обкалывать парамидолом. И чувствую, что вот я воткнул иголку ему в ногу, а само лекарство не идет. То есть ты в попыхах забываешь делать какие-то правильные действия. А там надо скрутить вот эту иглу, надколоть ее другим поворотом. А потом и уколоть. А ты этого не делаешь, пытаешься делать. Все, говоришь бойцу, вот все, я тебе уколол. И боец психологически получает этот наркотик. Ему вроде как бы хорошо, а на самом деле ты укол не сделал. Это только позже станет понятно, насколько четко боевики пристреляли местность. Вся оборона Лысой горы была продумана до мелочей. Лежки снайперов, пулеметные гнезда, позиции минометов. Все это было направлено на то, чтобы причинить максимальный урон наступавшим. Откатываемся на 10 метров вниз, 10-15 метров вниз. Раз, откатились. И они опять же по нашим боевым порядкам. То есть кто-то корректировал огонь с их стороны. И опять же вот мы лежим. И за нами мины шлеп, 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 шлеп. И вот так вот они нас гнали этими минами до самой кромки леса. Вот внизу. Практически до самых БТРов. Как добрались до этих самых БТРов и не помнят. Мешкать было нельзя. Раненых закинули внутрь коробочки, сами запрыгнули на броню. И рванули к своим. Выходить решили через Бамут. Так короче. Росичи не знали. Операция основных сил не удалась. Бригада отошла. И в селе снова хозяйничали бандиты. На полном ходу Росичи выскочили прямо на группу мирно беседовавших боевиков. С гранатомета я вижу, что он стреляет. И я понимаю, что сейчас в БТР в любом случае попадет, потому что там грех не попасть в упор. Вот закрываешь глаза и понимаешь, сейчас удар, толчок, пламя и ничего. Вот закрываешь глаза и думаешь, проходит там сколько-то, ну три секунды. Понимаешь, какой-то там есть какой-то железный скрежет, звук и все. Открываешь, торчит граната. Думаешь, вот сейчас она сработает, то бишь еще не время. Ну она так и не сработала. Мы приехали на поле. БТР пролетел на полном ходу и устремился к своим. Первым к нему со всех ног бросился Сергей Мудрецов. Из радиопереговоров он слышал, что друг детства Володя Шпингис погиб. Но Сергей до последнего надеялся увидеть Володьку живым. Я подбежал к ним и стоял просто, ну глазами смотрел. Начали разоружать убитых, раненых. Я его искал, бегал. Ну когда увидел уже, да, что он в БТР первой группы подъехал, и он с него вот спрыгнул, ну я просто стоял и плакал. Он тоже, да, подошел ко мне тоже, плакал. То, что в броне торчал неразорвавшийся заряд, в пылу как-то не заметили. Горячка и суматоха боя пройдут чуть позже. А пока, не веря, что остались живы, спецназовцы путаются в мыслях. Нервы на пределе. Мы когда уже довезли, там уже все были без сознания практически. Говорят, фамилии, а я помню, что там старый, там, Зоза, там, еще кто-то, там. Трамвай, конь, ну вот, Зозули, конь был позывной, там. И трудно тут, что-то там, заклинило, вот как бы все. Алексей вернул к действительности водитель. Он обижал свой БТР и начал отчаянно жестикулируя что-то говорить командиру. Да там торчат какие-то фигни, говорится. Ну, когда посмотрели там, эти, выстрелы с гранатометов, то есть они стреляли настолько близко, что выстрел не становился на боевой зубу. То есть он реактивно струя, то есть он как балланка бил, пробивал, потому что один в ящике застрял, один в выхлопной. И, ну, покричали, саперы есть. Саперов не оказалось. Сами подошли, повытаскивали, сложили. Это был черный день у выживших Росичей. Там, наверху, на Лысой горе, остались лежать тела восьми погибших товарищей. Только вечером, когда все собрались в расположение отряда, они поняли всю степень трагедии. Андрей Холод потерял в том бою друга и земляка. С Виталькой Цимановским они дружили семьями. Как так? Вот мы только сегодня с ним сидели за столом, как в семье. Что я Ольге скажу? Что я скажу? Что я скажу Сереге, ну, сыну его, да? А за несколько сотен километров на базе Росичей в Новочеркасске шла мирная жизнь. В то время как истекающей кровью капитан Цимановский дрался с бандитами, его жена Ольга по обыкновению привела сынишку Сергея из детского сада домой. Хлопотала на кухне, когда неожиданно раздался звонок в дверь. Открываю, стоит толпа людей, начальник штаба, но кто больше, я не помню. Это я помню, потому что он мне говорил про это, Таняны Георгии. Вот что он сказал, я потеряла сознание, потому что я уже сейчас не помню, что погиб Виталик, он тут сказал, принятие соболезнования такое, а все остальное дальше я уже не помню. Позже Ольга вспомнит, что Виталий, похоже, чувствовал свою скорую гибель. Незадолго до отъезда, как оказалось, в последнюю командировку, обычно веселый, жизнерадостный балагур Виталька неожиданно серьезно, словно со взрослым, заговорил со своим пятилетним сыном. Он сел, посадил его на колени и говорит, Сереж, если со мной что-нибудь случится, ты, говорит, старше в доме будешь. Говорю, Таня, ну что ты такое ему говоришь, он еще маленький, что-то я, говорю, начинаешь всякие такие нехорошие вещи. Он говорит, ничего, он говорит, пусть будет мужиком. Это единственное, что мне это так-то сдернуло. Казалось, этот день, 18 апреля, никогда не закончится. Уцелевшие Росичи готовились, пожалуй, к самому главному в своей жизни шагу. За это каждый из них мог попасть под суд. Спецназовцы снова собирались на Лысую гору. Офицерами собрались, думали, как действовать, и приняли такое решение, что пойдем сами, создадим группу из желающих, кто готов на это пойти, ночью там как-то вытащить ребят. Каждый понимал, что это больше похоже на самоубийство. И каждый знал, если откажется, то больше не сможет с этим грузом жить. Отобрали добровольцев. Пойдут только офицеры и прапорщики. В нарушении всего и вся. Исключительно на свой страх и риск. Командование такую самодеятельность не простит. А боевики сделают все, чтобы не выпустить их живыми. И тогда была составлена боевая группа, то есть сводная. Мы написали рапорта, что мы добровольно входим в состав группы. Я уже форму как бы не помню, то есть этого рапорта прошу зачислить. Ну, я знаю, что по боевому расчету я вот просто шел пулеметчиком. Встреча спецназовцев готовились и боевики. Они знали, спецназ своих не бросает ни живых, ни мертвых. Знали они и то, что уцелевшие росичи вернутся в ближайшие дни. Хуже того, похоже, кто-то предупредил о предстоящей вылазке. То есть была информация у них, что мы должны были вытащить оттуда своих ребят с боем. Поэтому они готовы были нас встретить. И я думаю, характер боя был бы не нашу пользу. Неизвестно, чем бы закончился этот рейд, но в планы спецназовцев вмешалась сама судьба. Им сообщили, что с утра объявлено временное перемирие. Военным давали возможность забрать тела погибших спецназовцев с Лысой горы и еще 20 трупов, которые остались в Бамуте. В обмен боевики требовали вернуть им ранее взятых в плен бандитов. Один к одному. Но их предстояло доставить из следственного изолятора в Моздоке. Бандиты поставили еще одно условие. В Бамут должен прибыть связист с радиостанцией. Они хотели прямую связь с командованием группировки войск. А кроме того, получали в свои руки заложника. Ну, от связиста я попросился. Тем более, ну, с контракт никого. Один я только, ну, связист был. Мудрецова привезли к недостроенному дому на окраине Бамуты. Вокруг строения толпилась большая группа боевиков. Все были как на подбор. Высокие, сытые, с ног до головы обвешенные оружием. Сергей знал, кто эти люди. Он понимал, один неверный шаг, даже косой взгляд, мог стоить ему жизни. Все здоровые. И они именно были в спецоперациях, принимали участие. Мы сталкивались неоднократно с ними. Он тогда назывался Борс, их не спецназ. Боевики предупредили, чтобы заложник был без оружия. В случае обнаружения расстрел на месте. Мудрецову приказали раздеться. Готовились его обыскать. Я думаю, ну, лишь бы уже нижнее белье не сняли. Потому что, ну, у нас с ребятами договоренность была такая. Допустим, мы вот договаривались с командиром группы своей, допустим, Цемановским. Если что, я просто себе привязал Ф-1 между ног. Потому что больше его прятать некуда было. Я знал, что будет обыски. Ф-1 – это ручная граната. При подрыве посечет осколками все живое в радиусе 200 метров. Решили рискнуть. Сдаваться живым никто не хотел. Если найдут, останется только дернуть за кольцо. Несколько секунд – и смерть. Мало ли, что там будет, как будут вести себя боевики, для чего мы туда идем, не знаем. Как, что будет там, кто готов подорваться, сделать там. Это просто. То бишь, это будет толчок, удары, и все, и больше ничего не будет. То бишь, я страшно, когда будут, когда мучат, там, что-то отрезать, резать, как бы рано мне не хотелось бы этого. Сергея проводили в комнату. Там сидел седой чеченец в камуфляже. Рядом два охранника. Седой бросил на Сергея быстрый, цепкий взгляд и стал задавать вопросы. Я не говорил, допустим, что у нас за часть, но он и не наставил на это. Он переходил сразу тут же к другому вопросу. Или начинал что-то свое рассказывать, как у них жизнь сейчас в Вичкерии, как они ее налаживают, почему мы туда вмешиваемся в их дела. Наконец, Седой наговорился. Еще раз пристально посмотрел на Сергея. Отвернулся. Взял в руки какой-то предмет. Охранники напряглись. Сергей ждал развязки. В следующий момент чеченец протянул спецназовцу ученическую тетрадку со стихами. И он так, ну, расписался, он уже написал Сергею на память, вот, и поставил роспись. И там по росписи, ну, первые буквы есть, там «Мэ». Походим, что он, да, Масхадов. И почерк был похожий. Просто-напросто. И он подписывался, есть в стихах. Так Сергей повстречал начальника штаба дудаевских войск и будущего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Он был явно доволен, а поэтому и снисходителен к проигравшему противнику. Ведь именно Масхадов, бывший полковник советской армии, разработал план обороны Бамута. Все было просто. Заставить часть войти в населенный пункт, сковать ее боем на узких улочках. Тем временем отборные силы боевиков спустились бы слышать горы, обошли село и отсекли бригаду от основных сил группировки. Ловушка захлопнута. А уж устроить кровавую баню, запертым в ней подразделением, боевики сумеют. После встречи с Масхадовым мытарства Мудрецова не закончились. Еще несколько часов ему предстояло оставаться в заложниках. Его привезли в центр Бамута, заставили включить радиостанцию на прием, приставили охрану. Один из охранников начал тыкать Сергею под нос пистолетом Стечкина, приговаривая, что забрал ствол в бою на Лысой горе. Сомнений не было. Это был Стечкин, капитана Виталия Цимановского. Вскоре заработала радиостанция. По переговорам в эфире Мудрецов понял, в Бамут за телами погибших приехала группа Росичей. Командовал я ее Андрей Холод. Это было сродни безумству. Боевики ставили условия, к ним не должны приезжать те, кто воевал против них. Любая проверка могла стоить Росичам жизни. И тогда они пошли на хитрость. Я представился как капитан похорона команда, что мы типа подразделения обеспечения, нам необходимо забрать трупы наших ребят. Потому что сказать, что мы участвовали в этих боях, мы как бы тем самым могли себя подставить под расстрел, под что угодно. И опять боевики потребовали, чтобы у тех, кто приедет за телами, не было оружия. Иначе расстрел на месте. Но спецназовцы этот ультиматум нарушили. Потому что случись что, каждый хотел подороже отдать свою жизнь. Оружие прятали кто как мог. Ну, я прятал под мышкой, он у меня был. Здесь оперативная кобура. И одна граната была. У Ткаченко Лехи была, по-моему, одна или две гранаты. И там тоже, ребята тоже гранаты брали с собой. Каждый из Росичей понимал, до кровавой развязки остались, возможно, считанные мгновения. Крайним в кузове грузовика сидел Алексей Урсул. Значит, его обыщут первым. Неожиданно к нему обратился один из боевиков. Я сам с Западной Украиной родом. Товарищ в гуцузской шляпе. Говорит, ты меня, говорит, не помнишь? Ну как? Говорит, не помню. Ну как же, вот так и так. Вот там-то мы жили. Я помню, что ты жил там-то. Вот разговор завязался. Именно эта встреча земляков, оказавшихся по разные стороны фронта, и спасла жизнь спецназовцам. Их не стали обыскивать. Позже выяснилось, в Бамуте на стороне боевиков действовал крупный отряд украинских националистов-добровольцев. Бамута обеспечили охраной, да, или охранением, или обороной разные подразделения. Было их неополчение, было спецподразделение Борс, которое непосредственно подчинялось Дудаеву и ничьих команд не выполняло. Было вот народное ополчение, и были украинские боевики у Наунсо. Вскоре на место встречи приехал пожилой чеченец. Он представился комендантом Бамута и очень удивился, когда узнал, что к нему на встречу прислали всего лишь капитана. Они ждали, что приедет какая-нибудь, ну, величина на переговоры, да, либо генерал, либо вообще неполковник, как кто-нибудь. Они этого ждали, потому что он сам представился как генерал, по-моему, бригадный, не помню, как он-то представлялся, и ждал своего уровня. Здесь приехал Андрей, иначе он был разочарован. Андрей холод понимал. Обмен и достигнутые договоренности могут сорваться в любую минуту. Боевики что-то шумно обсуждали. Но комендант вдруг резко их оборвал и тут же умчался в центр села. Оказывается, в Бамут приехал Джохар Дудаев с западными тележурналистами. Без старшего отношение боевиков к спецназовцам резко поменялось. Они поступили там, всякие возгласи, крики. Мы говорим, мы договорились, вот ждем с вашим генералами решено, все, сейчас они подъедут, вы, значит, соответственно, противоречите им, вы будете наказаны, если вы не подчинитесь им. То есть мне пришлось, как бы, таким образом разорудивать ситуацию. Дудаев действительно в тот день приезжал в Бамут. Ведь боевики одержали победу, выбили федеральные войска из села. Правда, его визит длился недолго. Тогда Сергею Мудрецову, так сказать, повезло во второй раз. Он близко увидел самого Дудаева. Они подошли. Я сидел возле ограды. Вот этот молодой боевик мне говорит, встань. Я сижу, он говорит, встань перед нашим президентом. Я сижу. Он мне еще раз ногой ударил, а потом один из полегка мне, он говорит, не трогай его. И все, он отошел. Потом вот Дудаев подошел, ну так, метров 10 там ограда. Он подошел и в нашу сторону махнул. Вот именно на меня бородовщик-то так махнул, спросил что-то, они ему ответили. Он им что-то сказал, сели, и они так же въехали в сторону гор. Пока длилась временная пауза, к Андрею Холоду подошли украинские наемники. Разговорились. Те хвастались своей победой и пытались уговорить офицера перейти на их сторону. Они с УНАУНСО, украинцы. Ну, я тоже представился, что Андрей, капитан с Украины, как бы пытаясь найти диалог, с ними контакт. Ну, я говорю, ребята, что вы здесь делаете? Ну, что была охарация? А они мне стали предлагать перейти к ним, чтобы я сражался на их стороне. Типа, что ты с москалями здесь защищаешь их. И хотя бы фраза, когда я спросил их, ребят, зачем вы сюда приехали? А фраза у меня была, мы сюда приехали убивать москалей. И с таким мастеревенением... В Бамуте спецназовцы довольно быстро разыскали тела погибших бойцов, погрузили их в грузовик и отправили к своим. На второй машине в сопровождении боевиков они поехали уже по знакомой дороге в сторону Лысой горы. Здесь их встретил невысокий пожилой чеченец. Он повел спецназовцев наверх. Это бывший комендант-милиционер, бывший комендант Бамута. Не комендант, а бывший участковый Бамута. Бывший участковый Бамута. Чем он заметил, запомнился характерно, что мы когда поднимались, он нам показывал свои кулинарные способности, то есть взорвал череншу и показывал, как ее необходимо употреблять. Так старик забалтывал спецназовцев. Он хотел выяснить, кто они в действительности. Видимо, что-то заподозрил. Вскоре выяснилось, что на Лысой горе своя власть и никакие временные перемирия там не действуют. Дело в том, что здесь, на огромной базе боевиков, хозяйничала личная гвардия Дудаева. Отряд Борс. Они не подчинялись никому, кроме Джохара. Уже на высоте пожилой проводник резко поменял тон. Он кивнул в сторону тел погибших Росичей и жестко проговорил. Моя работа. Снайперская. Характер ранений смертельных, которые были поражены наши офицеры и солдаты, они показали, да, реально, что было ранение, характерное для снайперской винтовки. Так вот, он и сказал, что он стрелял, видел всех, видел всех в оптику и как бы наносил поражение. Находился он на дереве. Была оборудована специальная площадка. Называли они кукушка. На удивление, тела убитых лежали на своих местах. Боевики над ними не глумились, как это обычно бывало. Только раздели, поснимав удобное специальное обмундирование. Раздели, естественно, там, темпы сняли, там, горки сняли. Они говорили, что хорошая там одежда. Вот, ну, укрыли ветками, чтобы не трогали. Лежали они, в принципе, на тех же местах, где погибли. Вот. Они сказали, что да, тут погибли воины. То бишь, мы все, что от нас там, мы сделали для того, чтобы вы смогли забрать их в том виде, в котором... И тут чуть было не случилось самое страшное. Как бойцы не старались держать себя в руках, но они плохо скрывали свои эмоции. Они увидели своих товарищей там, где оставили их накануне. Они знали и узнавали каждого. Когда мы уже вышли на саму гору, то один из бойцов не выдержал, ну, увидел трупы, да, которые лежали в той же последовательности, в которой мы их оставили, когда отходили под огнем. Он побежал и крикнул «командир». Ну, тем самым они поняли, что мы находились там. Бандиты сразу насторожились. Они видели, что эти русские из похоронной команды свободно ориентируются на высоте и легко находят тела погибших. Огромного роста боевик вскинул снайперскую винтовку со словами. Что тут, типа, тут лапшу на уши вешаешь. Я, говорит, видел тебя там в прицел, тебя там видел в прицел. Там еще, говорит, маленький возле тебя крутился с радиостанции, говорит. Пожалел я просто его, говорит. Там кому-то сказал, говорит, ты слишком быстро бегал, не успел я тебя, типа, шлепнуть. Какая вы похоронная команда, вы же были, типа, здесь. Росичи поняли, сейчас наступит развязка. Боевики обступали их все плотнее. А у спецназовцев не хватало рук, чтобы быстро спустить трупы вниз, к грузовику, поближе к своим. Выручила смекалка Андрея Холода. Сам не понимая, почему он вдруг проявил чудеса красноречия. Помню, единственное, что я ссылался все на Дудаева, ссылался на коменданта. Единственная моя фраза была, что я капитан Андрей, похоронная команда, что я в боях не участвовал. Теперь главное было не дать боевикам поводы заподозрить неладные, не спровоцировать их на активные действия, не совершить ошибку, после которой они окончательно озвереют. Но, видимо, имя Дудаева, упоминание о приказе коменданта, на какое-то время отвлекли бандитов. Теперь любая заминка могла стоить Росичам жизни. Пора было уносить ноги. Трупы сползали с насилок. Мы несли нам быстрее пробежать этот участок, чтобы выйти из этого леса, чтобы выйти в долину, чтобы мы уже чувствовали себя спокойнее, потому что внизу было уже спокойнее. И даже, я помню, кричал на бойцов, ругался матом, быстрее пинал их, чтобы быстрее, 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 быстрее. Однако после спуска с Лысой горы Росичей ждало еще одно испытание. Пока они в сопровождении боевиков спускали насилки с погибшими, недалеко от Бамута какое-то подразделение федеральных войск обстреляло табун лошадей. Среди боевиков пополз слух, что при этом погиб старик-чеченец. Если это так грозили бандиты, они выпустят всем кишки. Я единственное, что я засунул руку в карман, в горку, там была эвка, я большой палец отдел на кольцо и думаю, что хоть как-то, чтобы расстрелять, может, парочку этих забрать. Так, держа руку в кармане с кольцом от запала на пальцы, Шпингис и спустился вниз. Он шел к грузовику и думал, только бы не пальнули в спину. А уж если что пойдет не так, он себя подорвет и заберет с собой на тот свет этих наглых бородачей. Они садятся и в Урал туда, и как бы кто в кабину. И вот мне подают руку, я не могу снять кольцо с пальца. И я не знаю, как я левую руку дал, но сел в Урала. Вот и потом пока сидели и ехали, я в карманах пытался снять его, не снял вроде, не щелкало, ничего, все хорошо. В бою на Лысой горе погибло 10 росичей. Теперь 18 апреля в отряде День памяти павших. Уцелевшие спецназовцы помнят каждого, кто геройски погиб на той проклятой высоте. А ведь кто-то из них мог попросту не поехать в ту командировку и не оказаться в том бою. Как, например, солдат Рафик Кадырбулатов. Его не хотели брать. Он, тренируясь, повредил себе руку, по-моему. Она у него была, ну не в гипсе, но забинтован, травму причинил. Ну, травмированных не брали. И он пришел ко мне и говорит, товарищ Ташля, ну, прошу вас, посодействуйте. Посодействуйте, я не хочу оставаться только с пацанами. Рафик пал смертью храбрых. Тяжелораненый он подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в руки к боевикам. Подразделение спецназа внутренних войск Росичи не раз брало на себя удар в первую и вторую чеченские кампании. Они шли на превосходящие силы противника. Рубились в рукопашную с хорошо вооруженными, сытыми, отборными бандгруппами. Они несли большие потери, но, верные своему слову, спецназ своих не бросает, до конца выполнили свой долг. Часто вопреки глупости, безразличию и даже предательству больших и малых военачальников. В той войне этого было, увы, немало. Всех погибших на Лысой горе командование отряда представило к наградам. Виталия Цимановского, Михаила Немыткина, Андрея Зазулю, Олега Терешкина и Рафика Кадырбулатова к званию Героев России посмертно. Однако документы Цимановского скоро вернулись в отряд. Они начали утверждать, что по гибели он получил уже Орден Мужества. А Орден Мужества он получил, да, он получил уже после гибели в 95-м году, в июне месяце. Мне лично выручал генерал-майор Золотаренко. Но Виталик этот орден получил за Самашки. Это было еще в начале года. В отряде написали новое представление, полагая, что ошибку исправят и подвиг капитана будет заслуженно вознагражден. Но это и многие другие представления возвращались в часть. Вскоре стало понятно, почему все так происходит. Просто потому, что с Украины. Были такие люди, которые сказали, что мы тоже имеем ранение, мы же не требуем звания Героя России. Но это не наши ребята, это люди, которые служили вышестоящих в округах. А мнение было такое. Гражданин Украины не может быть героем России. И лишь в 2000-м году, через пять лет после гибели капитана Цимановского, после письма президенту России, ему была присвоена высшая награда страны. На этой фотографии Виталий вместе с Олегом Терешкиным и Андреем Зазули. Они дружили при жизни и погибли в одном бою. А тогда, 18 апреля 1995 года, они шли в бой в надежде без потерь выполнить приказ. Не зная, что наверху их ждут почти 600 вооруженных до зубов боевиков. Горст Коросичей приняла удар на себя и сковала превосходящие силы противника. Благодаря им в Бамуте наступавшая бригада внутренних войск не понесла существенных потерь. Остается только добавить, что тогда, 18 апреля 1995 года, никто еще не знал, какой дорогой ценой заплатили боевики за те 7 часов боя на Лысой горе. Противник понес такие огромные потери, что о дальнейшем наступлении уже не было и речи. На сегодня все, но завтра в 20.00 мы будем показывать продолжение нашего документального цикла. Третья часть называется «Приказано выжить». Уважаемые зрители, друзья, я вам искренне советую посмотреть эту работу, потому что это будет кино о настоящем характере и настоящей мужской дружбе, о взаимовыручке и патриотизме, в конце концов о безбашенной лихости и сумасшедшем везении, которое приходит только к тому, кто готов рубиться до последнего конца. Встретимся завтра в 8 вечера. С вами был Игорь Прокопенко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин